Что ж, скука определенно не является экзистенциальным аспектом. Скука — это психологический процесс. Все зависит от того, что вы делаете здесь. Если в вашей голове происходят всякие глупости, вам будет скучно. Если вы будете сидеть здесь и думать о чем-то замечательном, вы будете воодушевлены. Так что скука — это психологический процесс. Мы объясняли это многими разными способами. Это ваша собственная драма. Если вам становится скучно от вашей драмы, можете себе представить отчаянное положение остальных, кто застрял с вами на эти три недели. Раньше были... Существуют разные способы отвлечься. Мы называем их работой, шоппингом, иными социальными обязательствами. А сейчас людям никуда не деться от вашей драмы. Я знаю, что вы не можете закончить свою драму. Но, знаете, все телеканалы довольно часто делают перерыв. Не перерыв на туалет, рекламную паузу. У них постоянно происходят перерывы. Каждые несколько минут. Просто устраивайте такие перерывы в своей драме. Просто останавливайте ее каждые несколько минут. Каждые десять минут — две минуты перерыва. Вы сделаете с собой нечто потрясающее. Ну как? Как? Просто перестаньте совершать действия. Если я попрошу вас сделать что-то, вы можете спросить меня «как». Если я прошу вас ничего не делать, а вы спрашиваете меня «как». Ничего не является чем-то. Этому нельзя обучить. Садгуру, вы играете со словами и дразните нас. Нет. «Ничего» означает просто «ничего». «Как этому научить?» «Свяжите себе руки и сидите». Так это не сработает. «Ничего не делать» означает лишь вот что. Вы просто не вовлекаетесь в то, что происходит вокруг вас. Вы изымаете свое вовлечение из того, что происходит вокруг вас. Вокруг включает вашу физиологическую и психологическую активность. Да. И физиологическая, и психологическая драма — это то, что вы набрали извне. Так что это тоже происходит вокруг вас. Просто перестаньте принимать в этом участие. Ваше тело говорит то, что говорит. Вы просто сидите. Ум говорит то, что говорит. Просто не вовлекайтесь в это. Просто перестаньте бегать за какой-то особой мыслью, которая кажется вам стоящей. Не пытайтесь избежать того, что вы считаете плохим, и не думайте, что вы проведете это время с пользой, позволяя своему уму делать свою работу. Нет. Вы не можете придумать новую возможность. И хочу, чтобы вы это знали. Вы можете придумать то, как улучшить что-то, что уже есть. Но нельзя выдумать что-то абсолютно новое. Об этом не может быть речи. Просто если вы не погрязли в своей собственной текущей ситуации, для вас станут видимы новые возможности. Вы увидите новые измерения жизни, не потому что вы ищите их. Как вы можете искать то, что вы даже не можете себе представить? Если вы не запутаны в своей текущей ситуации, для вас станут видимы новые возможности. Они существуют всегда. Сейчас они невидимы, потому что вы целиком погрузились в свою текущую ситуацию. Даже не в настоящее. Большинство людей погружены в свои ситуации из прошлого. Что-то, что произошло десять лет назад, все еще жужжит на фоне. Вы могли бы устраивать все это, если бы у вас был миллион лет жизни. Но даже если вы проживете полную жизнь, она очень коротка. А теперь еще и этот вирус. Я лишь говорю, что он уложит вас за четырнадцать дней, если вы не предпримите меры. Если вы не будете осторожны. Этот вирус угрожает вам, и через четырнадцать дней мы можем вас отправить. Так что жизнь очень коротка. И вокруг вас такое невероятно сложное и многогранное мироздание. А вам скучно. Это невероятно. Если вы уделите внимание одному листу, всего одному листику с дерева, вы можете потратить годы, разглядывая его. Настолько лист сложный и утонченный. Есть муравьи, насекомые, птицы, животные. Целый феномен жизни. Простор неба. Если вы взаимодействуете с чем-то экзистенциальным, если вы взаимодействуете с измерениями, которые являются экзистенциально истинными, тогда скуке нет места, потому что этот феномен слишком невероятен. Из-за того, что вы занимаетесь всякими глупостями в своей голове, вы вовлечены только в это, и вам становится скучно. Не думайте, что вы заскучали из-за жизни или из-за людей вокруг. Вам скучно от своей собственной ерунды. Вам скучно от того, что происходит у вас внутри. Вы даже не знаете, что происходит вокруг вас. Иначе вы бы увидели вирус. Вы не знаете. Можете ли себе представить, что нечто, что вы не можете увидеть, просто карабкается сюда вверх и попадает вот сюда? А вы не можете его увидеть. Новые возможности. Многие скажут, да что же это такое? Мы тут так страдаем. Разве можно так говорить? Вы должны определиться. Если вам нужно утешение, вам нужно отправиться туда, где вам будут говорить приятные вещи. Они зовут вас. Они будут говорить вам приятные вещи. Это не имеет значения. За этим ничего не стоит. Это не имеет никакого отношения к реальности. Но они будут говорить вам приятные вещи. Чтобы сегодня вам хорошо спалось. Но завтра у вас появится новый вопрос и новая проблема. И они расскажут вам новую историю. Это как сказки на ночь. Если вы соберете все детские сказки на ночь, из этого можно будет создать религию. Так что вы хотите решения. Если вы хотите решения, первое и самое главное, что вам необходимо понять, в чем природа проблемы и где она. Если вы пойдете на прием к врачу, он будет трогать вас здесь, здесь, стыкнет туда, сюда. Что он пытается сделать? Он пытается найти, в чем, черт возьми, проблема. Однажды молодая девушка пришла на прием к врачу и сказала ему, «Доктор, у меня очень сильно болит все тело. Чего бы я не дотронулась, все болит». Он сказал, «Неужели? Покажите мне, где болит». Она сделала вот так. Сделала так. Доктор посмотрел на все это и сказал, «Подойди поближе». Он наклеил ей пластырь на палец и отправил домой. Так что можно найти отвлечение как средство от скуки по телевизору или в интернете. Или можно вести себя словно научный работник, вычитывая каждую малейшую деталь и сводя себя с ума в ближайшие несколько дней. Но вы не научный работник. Либо вы можете читать философские книги, писания или говорить обо всем этом. Тело на самом деле иллюзорно, главное — это атман, парматман, душа. В любом случае она отправится в поисках своего источника и найдет его. Но стоит вам чихнуть, как вас тут же охватит ужас. Чих может быть такой силой, что из вас душа вылетит. Поверьте мне, самое мощное, что многие делали в своей жизни — это чих. Чихать больше нельзя. Если вы чихнете, мы вас схватим и закроем на 14 дней. Чихать больше нельзя. Но для многих людей это самое сильное действие, что они когда-либо совершали. Так что... Скука... Скука означает, что в некоторой степени вы ищете смерти. В какой-то степени вы говорите, что жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Вот что такое скука. Нет, не так. Мне всего лишь стало скучно на 10 минут. Да. В эти 10 минут вы в поиске. Вам необходимо понять, что это тело, весь механизм построен таким образом. Люди будут говорить, научное ли это описание или не научное — ничего. Но... Это правда. Я не знаю, научное ли это описание или нет, потому что оно становится научным только после того, как получают подтверждение при лабораторных опытах. Жизнь не происходит в лаборатории, если только вы не поймали лабораторную крысу. Жизнь происходит по-другому. Это очень важно. Ваше сознание, то, как вы думаете, чувствуете и как смотрите на жизнь — все это послание, которое идет ко всей структуре. Насколько крепкой, цельной, чувствительной и какую возможность она будет представлять, зависит только от того, какое послание идет к этому каждое мгновение жизни. Потому что все это управляется определенным программным обеспечением. И если вы плохой разработчик программ, тогда за день вам бывает скучно по пять раз, и каждый раз длится десять минут. В эти десять минут вы говорите, жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Сообщение отправлено. Повсюду. И жизнь, физическая жизнь, которой вы являетесь, приходит в замешательство. И одно из этих сообщений может пригласить вирус. Он же хочет умереть. Почему бы тебе не помочь? Или может еще что похуже. Очень многие люди постоянно создают такое. У них нет одного большого «да» жизни. Это произошло во время 90-дневной программы «Целостность». Это была первая группа, которая приехала во Шрам в 1994 году. У нас была лишь хижина, которая грозилась улететь в неизвестном направлении во время ветров в сезон дождей. Они не знали, кто я. Они лишь знали, что они находятся здесь без понимания того, почему они здесь. Они не пришли к этому в своем уме. Их просто влекло сюда. Так что они пришли и сели на программе. С помощью определенных вещей, которые я им говорил, я подготавливал их. И я постоянно спрашивал «да» или «нет». Четко скажите мне «да» или «нет». Через несколько недель они сказали мне, садхгуру, ответ «да» и «да». Не спрашивайте нас снова. Чтобы вы не сказали, ответ только «да» и «да». Были ли они какими-то фанатиками или сумасшедшими? Нет, это были очень умные люди. Но на своем опыте они осознали, что нет смысла противиться тому, что буквально является источником жизни. Нет смысла противиться этому. Нет смысла говорить жизни «да» и «нет», «да» и «нет». Только одно большое «да». Только «да» и «да». Однажды, когда я пришел, у нас была такая доска, на которой мы писали объявления для всех. Они написали на ней, садхгуру «да» и «да». Я сказал «хорошо, если «да» и «да», тогда все просто». Вы должны стать стопроцентным «да» жизни. Когда вы говорите «мне скучно», вы говорите «нет» жизни. Когда вы злитесь, вы говорите «нет» жизни. Когда вы чувствуете уныние, вы говорите «нет» жизни. Когда у вас депрессия, вы говорите «нет» жизни. Когда вы отчаиваетесь, вы говорите «нет» жизни. Вы продолжаете «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Тогда оно в замешательстве. Психология займет вас на всю оставшуюся жизнь, потому что это стало проблемой. Смысл йоги в том, чтобы стать на 100% «да» таким образом, чтобы вы могли отложить это в сторону. Вы можете отложить это тело и ментальный механизм в сторону, использовать их как платформы, чтобы искать большие возможности жизни. Но сейчас «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Это само по себе становится проблемой на всю жизнь. Активность тела и чепуха ума занимают людей на всю их жизнь. Сейчас хорошее время. Три недели саданы. Это не время для скуки, не время для Нетфликса. Одна неделя Нетфликса подошла к концу. Не время получать докторскую степень по вирусологии. Если это вам интересно, тогда вам нужно было заниматься этим раньше, а не за эти три недели. Это время стать «да» жизни на все 100%, потому что так вам откроются возможности жизни. Иначе «да», «нет», «да», «нет». Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Потому что она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов, она уже не сможет понять, чего же вы все-таки хотите. Дайте ясно понять. Всему, что сейчас работает здесь. Что вы на 100% «да» для жизни. Но мне скучно с моей семьей, садгуру. Я им сочувствую. Они не жалуются, но, должно быть, страдают. Если вам скучно, я уверен, вы выражаете это во всем. Вам не нравится еда, вам не нравится то, это. Вы будете кричать, стонать и делать разные глупости. Должно быть, те, кто рядом с вами, страдают, потому что вы не знаете, как справиться за своей глупой драмой. Пришло время решить проблему. Делайте рекламную паузу раз в 10 минут. Каждые 10 минут — перерыв на 2 минуты. Или, если это слишком часто для вас, делайте перерыв на 5-10 минут каждый час. Не вовлекайтесь ни во что. Ни во внешний мир, ни в тело, ни в ум. Мир может продолжать говорить, что хочет. Что бы вы ни думали, воробьи и павлины говорят, что хотят. Пусть. Это не значит игнорировать их. Нет. Уделяйте абсолютное внимание, но не вовлекайтесь. То же самое касается тела. Дыхание, сердцебиение. Это не какие-то пустяки. Вообще-то это называют признаками жизни. С их помощью врач определяет, живы вы или нет. Ваше сердце бьется, происходит вдох и выдох. Как можно игнорировать это? Вы не должны игнорировать. Уделяйте внимание, но отстранившись. Будьте внимательны. Будьте очень внимательны, но не вовлечены. То же самое с мыслительным процессом и эмоциями. Оставайтесь очень внимательными, но не вовлекайтесь. Тело, ум, мир. Body, mind, world. Я называю это БМВ. Выйдите из своей БМВ и уделяйте ей невероятное внимание. Пять-десять минут, каждый час. И вы увидите, начнет происходить что-то чудесное. Все ваше существо расцветет, а это самое главное. Каждая жизнь стремится к этому. Каждая частичка жизни на этой планете жаждет стать полноценной жизнью. Проблема человека в том, что мы знаем, каким должна быть полноценная кокосовая пальма, каким должно быть полноценное дерево манго, мы даже знаем, каким должен быть полноценный павлин. Но мы не знаем, что значит быть полноценным человеком. Пришло время исследовать это. Вирус дает вам на это время. Садгуру, вопрос от Кунала. Намаскарам, Садгуру. Я начал делать практику, которую вы дали нам в один из предыдущих дней. Я хотел бы узнать, в чем значимость этой практики. Мне очень нравится ее делать. Скажите, можно ли увеличить количество повторений, счет, который мы ведем? Если увеличить счет до 60, вы можете потерять рассудок. Если увеличите повторение до 120, можете умереть. я не шучу. Я говорю, повторяйте 21 раз, просто следуйте инструкции. Если 21 для вас сложно, делайте 12. Вот и все. Это все равно, что я даю вам конфету, и вы говорите, «Садгуру, как вкусно! Можно я буду съедать 100 конфет каждый день?» не шутите. Не шутите с этим. Когда мы создаем или структурируем практику, нужно понимать, что в йога-сутрах Патанджали никогда не описывались практики, только фундаментальные основы, наука, стоящая за этим, но не технология. Технологию нужно построить. Так что он дал этому название сутра. Это очень точное описание. Присутствует нить. С помощью нити можно сделать ожерелье из разных цветов. Один наденет яркое, разноцветное ожерелье, другой наденет что-то менее заметное. Можно нанесать бусины, жемчуг, бриллианты. Будь в ваших руках нить. Что вы будете использовать? То, что у вас есть. Вот и все, что вы можете надеть. Так что Патанджали решил оставить это таким образом. Это проявление высшей разумности. Он просто дает нить со словами «Каждый мастер добавит то, что у него есть». Так что практика структурирована. Структурирование практики это не только механический процесс, вы должны вдохнуть в нее жизнь. Так что определенный вид практики с определенным количеством чего-то это живой материал, это нечто живое. она не просто существует в пространстве так, сама по себе. Если вы сделаете ее частью себя, она будет жить в вас, потому что она подобна вирусу. Вирус не может жить сам по себе. Ему нужны вы. Ему нужны ваши клетки, чтобы проникнуть в них и начать размножаться. Сам по себе он не может размножаться и просто жить в воздухе. Здесь то же самое. Практика — это определенная структура. Вы нужны ей, чтобы она могла жить в вас. Но когда вы начинаете делать что-то свое, вы перестраиваете ее, чтобы она стала каким-то демоном. Не нужно так делать. Когда вам что-то дается, если кто-то прочитал книгу или что-то придумал и учит вас тому, что написано в книге, это одно. Но когда вы получаете живую передачу, просто следуйте инструкциям. Представьте, что я даю вам муравья с восемью ножками, а вы говорите, можно я добавлю ему еще шесть, или оторву четыре. Что это такое? Это нечто живое. Так с этим поступать нельзя. Он структурирован определенным образом. Так что 21 повторение. Если 21 для вас — это чересчур, и это действует на вас как-то так, тогда делайте 12. 22. Продолжение следует... Продолжение следует...